Момент довольно интересный, но вот здесь выход 2 в 1 может получиться у Академии Михайлова! Масальский! Масальский здесь либо он, либо все-таки Киев ТКМ не сумел пасть в Твор, но опять проспали. Проспали такой выход очень опасный, и еще один бросок может получиться, то вновь, кстати, Ничукрин. Одиннадцатый номер, то есть мы его с тобой отмечали вчера, Ничукрин продолжает, в принципе, зажигать сегодня. В какой-то степени Пукелла. Пукелла сейчас ошибка за ордами Масальского, и еще... Санкт-Петербург, давайте, особенно за этими моментами, вот, АКМ. Видим провод, кстати, все тот же Низовкин. Конечно, плохо получилось, сначала упустить. К сожалению, такие моменты, пока мне не удается никак нейтрализовать. Академия Михайлова, тоже Михайлев, набирает код, Михайлев есть. Дает возможность бросать поворотом, и сейчас... Конечно, чтобы сами какие-то динамошник оказались, точнее, АКМ оказались по таким давлением, но нужно забрасывать, и... 1-0, динамошник выходит вперед, атака, атака, отлично. Смотрим, повтор. Сначала показалось, что упустил момент тукач для броска, но с неудобным все равно завершил этот момент. Борьков, аналогичная атака вчерашней, когда АКМ забрасывала свою одну из шайб. Мне тут коньки пошла, нужен. Смотрим за этим моментом, Масальский, еще один бросок, и... По мне, так это Арсений Дериба. Да, это Дериба забрасывает. Здесь он, но... Нет, врет, он врет, а смотри, как заряжен около ворот и пропихнул шайбу. Здесь Севконе так летел за Дерибой, и какая радость, все его эмоции, ну... То есть сегодня ты, если будешь брать интервью, можешь, в принципе, белорусского нападающего на смене, но видим, что очень быстро, конечно, откатываются, очень быстро возвращаются. Передача по итогу в коньки последовала нам Данила Ракитина. Конечно, показывает, что они лидеры команды. И вот сейчас хорошая передача на защитника. Бросок, добивание, Мизовкин. Это, конечно, все в оборону бегут. Но вот опять хорошая передача на защитника, мощный выстрел и Масальский. Очень сложная, а ножка, ну и вот момент у Шинника, бросок, а ножка. Но здесь, понимаем, ближний угол полной зоне. Но нельзя здесь ошибаться, Волочко, Масальский нужно торчить. Другие увлечения хоккеистов, то есть, какие, понятно, но... Плюс, когда стоят такие интересные моменты, и еще Звягина. Звягин может бросить. Ну, пока все перекрыто, есть бросок Звягина! 2-1! Ну, я не знаю, Звягин хорош, реализуем большинство, выходим во второй раз вперед. Тамаш набирает очки регулярно. Ничего сложного. Ехал и, видишь, показал свои руки. Мощные кисти, видишь, какой бросок такой. Повтор, ничего сложного. Причем никто... Ну, нет смысла, точнее, перестраивается на контратаки! Соперника, молодцов. На синей линии бросает Масальский! Нужно помощь! А ведь Ничего Хрин был рядом, и вновь Ничего Хрину! Нужно помогать же, голкипер! Пилс не расстаться. Четырнадцатый номер, еще один лан-таймер! 2-2! Кидаров отличается. Автором матч подряд. Против Диномошинника это капитана... Это, конечно, лучшие силы АКМ срабатывает. То есть лидеры команды тащат свой коллектив. Но здесь, конечно, никаких шансов для Масальского. Пушка такая от Кидарова в дате. И, соответственно, счет 2-2. И сейчас становится Дериба! Дериба! Что вы говорите? В хоккее. Поэтому давайте, наверное, здесь тоже в плане лайков подожмем! Масальский! За этот сейф! Сейчас все, кто смотрит, обязаны поставить лайк. Это просто... Причем Пукел отдавал. Неплохо видим. И левым щитком вытаскивает. Даже камеру не смевает. Бухается атака. Борозная очень здорово на Гришкова оставляет. Гришков! Хороший сюжет звяги на Тукача! Какой момент тут Тукача! Бросок и 3-2! Левский! Левский, ты посмотри! Левский забрасывает! Но мы стал обороты. Он прогрессирует. И, конечно, в этой ситуации надо было уже оборожать ворота. Тукач сам бросал. Отскочила к Левску. Смотрим еще раз. Мактор Тукач мог оформлять дубль. Бросал. Неплохо. Но успел отразить пастух. Но здесь Левский против возможности. Тем более, что после этого сезона многие ребята могут остаться еще в МХЛ. И ребята могут остаться еще в МХЛ. Вперед! Пастух по-прежнему на последнем рубеже. Ну и понятно, что Динамошиник атакует вперед. Ножка бросает! И забрасывает. Ножка 4-2. В большинстве Динамошиник ставит точку в этом матче. Забрасывает. Ну и смотрю, повторы этого эпизода. Бросает и просто прошивает здесь пастуха. Ну и были варианты на борозно дать передачу. Будем под мышкой проскакивать шанса на скамейке. Еще попробовал главный тренер снять с голкипера что-то сделать. Спасибо. Продолжение следует...